И затем в США. Именно в США он добился грандиозного успеха, так как стал кутюрье первой леди США, а именно Жаклин Кеннеди. Известный стиль Жаклин, строгий, официальный и вместе с тем очень элегантный, станет для многих символом к действию. А главное, что и его клиентка номер один, Жаклин Кеннеди, для которой он создал более 60 официальных нарядов для государственных презентаций, стала иконой стиля. А для нас слово икона стиля почти святое. Бой часов это подтверждает на Спасской башне. И хочу вам сказать, что Олег Кассини в нашей стране, как ни странно, так бывает, не был очень известен, может быть, потому что он был близок к американской элите. А нам всегда это немножко поперек нашей политики. Но он написал книгу очень честную и очень романтическую, потому что кроме его любви к моде и его потрясающему результативному творчеству, он был большой любитель женщин. Для мира моды это редкость. Редко, когда кутюрье любят физически женщину, они больше любят женщин эмоционально. А как раз Олег Кассини был знаменитым дом-жуаном Голливуда и Белого дома. И в этой книге очень много историй его любовных похождений. И с голливудскими актрисами. Он был не только мужем одной из див Голливуда, но и был долгое время женихом Грейс Келли, которая его обошла, выбрав для себя князя Монахского. Это было для нее более выгодно, чем кутюрье Кассини. И эта история будет вас захватывать. Она выпущена в очень хорошем переводе. Перевод делала моя сестра, родная сестра Наталья Толкунова. Я очень горжусь, что я мог доверить такому ответственному переводчику. Не только перевод, но и редактуру этого текста. Поэтому я уверен, что истории Олега Кассини для тех, кто любит моду. Вообще все эти книги предназначены только для тех, кто любит моду. Они будут действительно очень-очень важны и прекрасны. Вторая книга, о которой я вам расскажу, это книга об Ив Сан-Луране. И ее написала моя коллега, француженка, североафриканского происхождения, Лоранс Бенаим. Лоранс Бенаим была очень близка к Ив Сан-Луране при его жизни. И занималась тем, что записывала за ним его воспоминания. Она очень толстая, эта книга говорит, что здесь почти что два тома спрошированных в одном. И то, что вы увидите, здесь откроет, прольет свет на малоизвестные стороны деятельности этого уникального, потрясающего котюе, который сделал революцию в 20 веке в гардеробе женщин, разразнив его и направив в струю ретро. Именно Ив Сан-Луран ввел в моду вновь в 70-е годы, 930-е, затем 940-е годы. И вся наша мода 21 века, сегодняшняя сплошь, зиждется на ретро. Мы все одеваемся так, как одевались некогда. Наше общество, к сожалению, не смотрит в моде вперед, а все время с радостью оглядывается назад и говорит о том, как же хорошо раньше женщины одевались. И никогда мы не говорим, как же хорошо наши женщины будут одеваться. В будущем мы в это не верим, а вот глядя на прошлое, мы всегда с таким наслаждением, умилением смотрим. Книга Ив Сан-Лурана – это потрясающий учебник знаний об эстетике второй половины 20 века. Сан-Луран, как Илуран с Менаим, родились в Северной Африке, а именно Сан-Луран родился в Алжире, с молодых лет жил в Бариже, был ассистентом знаменитого Кристиана Диора, а затем в начале 60-х годов, в 62-м году, открыл свой собственный дом, который существует до сих пор, несмотря на то, что и Сан-Луран покинул нас вот уже более 10 лет, и похоронен в его любимом месте, тоже в Северной Африке, в Марокко, потому что Африка его тянула, может быть, больше, чем Европа. Именно там он нашел свое место силы, именно там он делал больше всего своих рисунков, именно там он получал наслаждение. Есть люди, которые обожают солнце, есть люди, которые ненавидят солнце, такое тоже бывает, и с ними мы тоже лично встречались. Хочу вам рассказать, что, конечно, все эти книги являются премьерой и новинкой на русском книжном рынке. Я уверен, что наши труды будут оценены. И третья книга, о которой я сегодня буду говорить, это воспоминания знаменитой иконы стиля 900-х годов, красавицы Клео де Мирода. Сейчас я вам о ней расскажу. Клео де Мирода – это имя, которое было возвеличено на пьедестале моды очень-очень высоко. Балерина бельгийского происхождения, с объемом талии 48 сантиметров, блистала на сцене Гранд-Опера в Париже. Я не могу назвать ее успехи в балете такими же колоссальными, как ее успехи в мире моды. Из-за ее стройной фигуры и потрясающих внешних данных, которые вы видите на обложке, она быстро выдвинулась в иконы стиля, так как удивительным образом была фотогенична и понравилась не только современникам фотографов, но и мужчинам, которые ее окружали. Мужчины в 900-е годы считали, что Клео де Мирода и Лина Кавальери суть – две самые главные красавицы своей эпохи, и именно причесываться в их стиле, одеваться в их манере считалось очень правильно и очень интересно. Клео де Мирода разродилась книгой, а эта книга – «Балет моей жизни», редкое издание, которое вышло в середине 50-х годов XX века на французском языке. То есть этой книге 70 лет, но она никогда не была издана на русском языке, хотя Клео прожила почти 100 лет. Балет продлевает жизнь. Эта удивительная женщина прославилась тем, что мужчины ради нее пускались во все тяжкие, обрельянтили ее во всех частях ее тела, одели, написали множество портретов, сфотографировали, подарили ей красивый особняк, а главное ради нее создали то, что является сегодня парижским украшением. А именно, именно по ее капризу в Париже было создано метро. Метрополитен в Париже появился в 900-м году. А так как Клео де Мирода очень нравилась королю Бельгии Леопольду, престарелому, но сластолюбивому монарху, то она с женской прямотой сказала, «Милый, если ты хочешь, чтобы все между нами случилось, оплати постройку метро, у меня до опера, долго ехать на извозчике». И метро было построено. И так, молодец, и сегодня все те, кто бывали в Париже, наверняка пользовались услугами метрополитена 900-го года, которое было заложено благодаря усилиями этой красавицы, которая поняла, как надо помочь парижхатам в перемещении по городу, и что ее красота должна быть оценена высоко. Так оно и случилось. О женщинах этой декады, этого поколения, часто говорили, что они являются большими горизонталками. Дело в том, что горизонтально они зарабатывали много больше, чем вертикально. И, конечно же, именно от подобного рода женщин началось с такого рода выражения, которое значит «гранд кокот». То есть кокотка, но очень высокого полета, который может себе позволить значительные вещи. Клео выступала неоднократно в России. И в этой книге удивительное описание не только ее приключений в США, или в Англии, или во Франции, но главное для нас ее путешествие в Москву и Петербург. Она с такой радостью и с такой любовью описывает публику в зале объем бриллиантов на женщин, блеск мундиров генералитета, великолепные приемы, на которых она присутствовала. А главное, как она говорила, щедрость московского купечества, которые никогда из-за брошки во много карат бриллиантов не мелочились. Поэтому Клео всегда уезжала довольная и счастливая из России. Ее красота ценилась и была оплачена. В конце своей жизни Клео Домирода преподавала балет очень долго. В Ницце, потом в Париже, потом в Пьорице. Прожила долгую жизнь. И, как вы увидите из фотографии этой книги, даже в возрасте около 90 лет, оставалась писанной красавицей. Не прибавив в килограммах, а ее баснословные дорогущие платья от Кутюрье Дуссе и Кутюрье Ворта, она передала в Парижский музей моды дворец Галера, которые там регулярно на разных выставках выставляются память об этой знаменитой красавице полусвета «Жива и теперь». Я хочу поблагодарить издательство «Этерно» за то, что они выпустили целых 10 книг на эти темы. Я вам покажу другие издания, раз мы здесь стоим. Это книга Кристиана Диура «Я Кутюрье». Великолепный отчет о его творчестве, работе с уникальными страницами поездки в СССР в 31-м году, потому что он, еще не будучи знаменитостью, был туристом в нашей стране. Это потрясающая книга «Волшебники парижской моды», которую написала Ани Латур, французская исследовательница моды, где она рассказывает о домах моды прошлого. И это единственное издание на русском языке на эту тему. Жан-Филипп Ворт, сын великого Кутюрье, Чарльза Фредерика Ворта. И «Век моды» это чудный рассказ о моде 19-го столетия. Я вам рекомендую очень ее посмотреть. Также я хочу вам показать прекрасную книгу магии Руф «Философия элегантности». Эта женщина одна из когортой эпохи предвоенной моды 30-е, затем 40-е годы. Она прославила женскую элегантность Парижа. У нее работали русские манекенщицы, в том числе, например, знаменитая Корлинка. Хочу вам рассказать о том, что эта книга доставит вам огромное удовольствие и будет полезным в любом случае. «Одевая эпоху» это книга воспоминаний Поля Пуаре, знаменитого реформатора моды, который снял женщин Корсет. Также бывал в России. Я об этом говорю часто, потому что связь моды и России была всегда велика, по той причине, что Россия славилась богатством публики. И многие кутюрье Франции приезжали сюда именно потому, что здесь платили и потому, что наша публика и дамы любили наряжаться. Это наша традиция. Надеться лучшее сразу и самое дорогое и самое богатое. Поэтому, конечно, любой кутюрье мечтает о русском рынке. Русский рынок это великолепный рынок для создателей моды. Жанна Ланвен, одна из конкурентов Шанель, была великолепным кутюрье, начавшим свою работу в конце 19 века и работавшим лично до конца 40-х, а затем ее дочь продолжила это дело. Бренд существует до сих пор. История дома Ланвен очень интересна. И также в конце концов покажу вам один из знаменитых хитов продаж книгу Эльзис Киапарелли «Моя шокирующая жизнь», главная конкурентка дома Шанель. великолепная уникальная создательница моды, которая кстати тоже была в СССР в 35-м году с показом коллекции, но которую не оценили, сказав, что ее модели слишком экстравагантны для советской действительности. Тем не менее, ее воспоминания, ее близость к Дали, ее великолепные воспоминания о работе и в кино, и для великих клиентов для вас будут интересными. И в заключении покажу вам книгу Розы Бертен личного кутюрье модистки Марии Антуанетты Королевы Франции. Это книга о моде 18-го века. Я думаю, что все эти издания, конечно, для тех, кто интересуется модой и ее истории, краеугольные. Это базовые знания, без которых мы не можем дальше развиваться. Это то, что составляет суть дела. Я надеюсь, что мой рассказ был хоть и коротким, успевчивым, но достаточно увлекательным. Я с удовольствием отвечу на вопросы публики, а затем перейду к подписи книг. Какие у вас вопросы? Я хочу напомнить о том, что упомянула Саша Лину Кавальери икону стиля. Эта книга сейчас готовится в этой серии. Туда войдут две книги Лины Кавальери «Правда обо мне» и ее секреты красоты. Потому что она в свое время открыла салон красоты в Париже и рассказывает о том, как продлить вечную молодость для женщин. Ну, конечно, немножко экзотичны ее советы, но тем не менее флеры в того времени очень интересны. Так что в следующей книге будет Лина Кавальери. Замечательно. Что бы вы хотели спросить? Не бойтесь. задавайте вопросы. Неужели нет вопросов? Вот это да. Видите, таких вопросов нет. Да, пожалуйста. Как вас зовут? Здравствуйте. Мастеренко Татьяна меня зовут. Скажите, пожалуйста, как пандемия повлияла на моду и наверняка она повлияла как на всю сферу нашей жизни. Скажите, пожалуйста. расскажу. Пандемия убила моду на корню. И в эпоху пандемии продажи крупнейших брендов моды сократились на 80%. то есть это был очень тяжелый удар. А главное, что мода вновь разделилась по своей географии. И если наша страна стала вдруг опять в минии железном занавесе, откуда мы не очень-то просто сможем выехать, и нам не писаны мировые законы, мы живем по своему принципу. Объясняю, у нас до сих пор, несмотря на то, что есть другая якобы волна, то есть я говорю якобы в кавычках волна вируса, мы все равно ходим на вечеринки, в театры, есть открытия. Почему я это говорю? Потому что если нету социально значимых событий, люди не одеваются. Они остаются в пижамке, так как они ходили дома. А во многих странах американского континента, азиатского, европейского подобного рода события были закрыты на протяжении полутора лет, и люди перешли к спортивной одежде, как к базовой одежде каждого дня. Кроссовки стали необходимостью каждого человека, тренировочные брюки, худи, футболки заняли самое главное место в жизни людей. Вот это главные перемены. И, конечно, в эту эпоху унисекс явно победил. Пандемия стала той естественной границей, которая прервала развитие женственности в моде и мужественности в моде. У всех похожие прически, у многих похожие фигуры, а главное, что цель пандемии, это мой личный взгляд, можете соглашаться, может нет, сокращение рождаемости на земле, для того, чтобы нас было как можно поменьше. А мода носила ярко сексуальную окраску до пандемии, все время заставляла мужчин обратить внимание на прелести женского тела. такие грудь, как у вас, талия, бедра, ноги. А сегодняшняя мода исключила эти главные доминанты женской фигуры. Грудь вне фокуса, талия тоже, бедра тоже, ноги закрыты. А еще большая часть лица закрыта маской. И маска убила самую важную составляющую социального аспекта моды, а именно флирт. Потому что благодаря маске мы скрываем выражение лица, мы скрываем выражение губ. Мы не можем сказать ласковое слово, улыбнуться. Люди научились улыбаться только глазками, но мы все равно не знаем, что за этим кроется. Радость или негодование, сюрприз или выражение какого-то счастья. Поэтому я считаю, что мода после окончания пандемии, а я много раз говорил о том, что все закончится только в двадцать пятом году окончательно, но это мое личное мнение, я вам говорю еще раз, не сведущего человека, в кавычку, хочу вам сказать, что мы, конечно, потеряем очень много аспектов прошлого, а именно женственность и мужественность, она из моды выйдет на долгое время, ничего не бывает вечного, я не говорю, что это выйдет на тысячу лет, но лет на тридцать точно. Пожалуйста, еще какие вопросы? вы мне даже аплодите. Можно? Спасибо. За работу. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, к сожалению, сегодня не могу начать, все ухудет. Я хотела спросить вас по поводу культурной жизни и наши национальные черты одевать все и сразу. Да. К сожалению, в театрах сейчас можно увидеть то, что большинство людей приходят в футболках что про это рассказывают? Вы опоздали, наверное? Нет, я не опоздала. Я бы хотела узнать ваше отношение к этому. А, но, знаете, есть такое выражение французское «сель али» «это жизнь». Мы ничего не можем изменить. Да, сегодня считается, что спортивная одежда это культ современности. Есть такой знаменитый бренд, который называется Victoria's Secret. И вот, буквально два дня назад они объявили о том, что все женственное, слушайте внимательно, из женского белья они выводят из производства, а именно кружевные отделки, бантики, шнуровки, прозрачные ткани, облегания. И к чему? Они выбирают новое направление спортивного вида белье, то есть однополое по сути. Однополое по сути. И новое направление бодипозитив, то есть для полных корпулентных женщин. И это один, не самый главный, но один из важных брендов, на котором зиждилась секретная сексуальность. То, что не показывали на улице, но то, что показывали в интерьере, когда снимали белье. Это не значит, что другие бренды не будут продолжать это делать. Это просто эти поняли, что продажи только в спорте будут возрастать. И какое мое отношение? это решил не я, а решил капитал. Деньги теперь в спорте, а не в женственности. Обидно? Пожалуйста, красивая дама. Марина, я хотела задавать вопрос. Ваша любимая эпоха моды? Вы знаете, мне трудно сказать, если у меня есть какая-то любимая эпоха моды, потому что я коллекционер, у меня огромная коллекция исторического костюма, аксессуаров, портретов, фотографий. И мне, например, нравится эпоха ренессанса, но у меня практически нету, кроме двух портретов, ничего из эпохи ренессанса. Я не могу даже и похвалиться, потому что это даже и в музеях мира не сохранилось. Но если говорить о, скажем, более близкой нам эпохе 20 века, мне нравится эпоха серебряного века, скажем, 910-е годы, мне нравится стиль ар-деко, мне нравятся 40-е годы, 50-е, мне многое нравится вообще, когда стиль чист, он прекрасен в любые годы, даже в 80-е годы, когда вам казалось, что все было ужасно, было очень много красивого. и прекрасного. И даже, может быть, по прошествии времени, мы даже 2000-е годы полюбим, надо только, чтобы прошло какое-то время, и мы скажем, о, как хорошо одевались, с головы, животом ходили. Вот это и в рваных джинсах. Слушайте, какие они были креативные. Сейчас вот, чтобы не ходят в рванине больше, в трениках. Нет, я говорю про то, что будет в будущем, понимаете? Да, вы хотели очень милое у вас украшение из бисера. Меня зовут Лариса, Александр Александрович, вы очень много делаете для возвращения русских традиционного производства. Вы поддержали фабрику Крестецкой Сборчки, Ваши коллекции русского императорского фарфора. Скажите, о каком утраченном производстве вы вот сожалеете? Потому что, к сожалению, в фабрике закрываются, народные промыслы тоже испытывают трудности. О чем вы лично сожалеете? Вот производство, которое вы бы поддержали? Нет, трудно сразу ответить, но, например, производство, которое у нас совершенно исчезло, и мы никак не старались его возродить, это лаптеплетение. Наша страна была знаменита лаптями, но это не значит, что из них нельзя трансформировать сумки, головные уборы и новые формы обуви, которые были бы адаптированы к нашим условиям. Но мы никак не постарались с этим лаптеплетением из улыка, что бы то ни было сделано. Это могло касаться пояса, могло касаться кошелька, шляпы, как я сказал, сумки, торбы, корзины и, конечно же, обуви или даже очков оправы. Мы никогда не додумались до этого. Вообще, пока в Милане не дадут отмашку мы не готовы использовать ничего из отечественного фольклора. Потому что в 17-м году произошла революция. И цвет нации оказался уничтожен. И это правда, которая режет глаза. Он оказался либо расстрелян, либо в эмиграции. А заново так быстро цвет нации не формируется. Я вам ответила. А я люблю с вами говорить. С вами тоже. Хорошо. У меня два вопроса. Первый вопрос. Какая вот, считаю, на ваш взгляд, мода лучше, которая друг с друг другом конкурирует французская или итальянская? Вот две южные страны. Вот и довольно-таки очень много модных домов. Это первый вопрос. Второй вопрос это касается, что случилось с русской модой, которая в эмиграции в 20-30-х годах. Русские модные дома, которые создали наши эмигранты, было очень много русских манекенщиц, довольно-таки известных, и повлияли на французскую моду. И что случилось, почему эти модные дома разоричились? Расскажу. Первый вопрос, что лучше итальянская или французская мода? Безусловно, лучше американская. И ответ это вы. Вы в американских джинсах, в американской кроссовке, у вас футболка на ней написана finister force, она американская, у вас американская бейсболка. То есть все то, что создав для нас американский стиль оказался более живучим, чем французское и итальянское направления в мире. Первый вопрос. Второй вопрос, почему русские дома были знаменитые до Второй мировой войны, почему было так много манекенщиц, а почему они пропали и сегодня не существует. Отвечу на этот вопрос. У нас плохие отношения с бизнесом как таковым. Русские люди талантливы в идеях и абсолютно бездарны в почете денег. Русские могут создать только при участии еврейских мозгов или немецкого капитала или в крайнем случае польского или шведского управляющего. Когда наша страна была интернациональна, у нас жили представители всех наций и она была гораздо сильнее этим содружеством наций. Сегодня, когда у нас совершенно другая национальная политика и мы разделены границами и еще всевозможного рода припонами, то мы не можем создать свои действующие дома. Вот вы спрашиваете, почему в Париже не выжили? А почему они в Москве не выжили? Почему Зайцев не вышел в Москве? Хотя он здесь и живет на родине. Я не буду называть другие фамилии, но я знаю еще очень много, которые тоже на ладан дышат. И еще один. Манекенщицы были из числа русских красавиц. Россия славится красавицами. И тогда, и теперь, и в будущем. Потому что славянская кровь, помноженная на азиатскую, на сибирскую, на северокавказскую, на волжскую, на закавказскую, на украинскую, на прибалтийскую, на любую другую, дает потрясающий результат. У нас всегда было и будет много красавиц. Но после 17-го года они выехали с легкостью за рубеж. А дальше начинается сталинская эпоха. И выехать за рубеж было невозможно до 90-х годов. И начиная с 90-х годов все дома моды Европы и Америки переполнены опять русскими манекенщицами. Просто был большой перерыв обусловленный политикой. Хотя рождались манекенщицы уже за границей. И пример таких красавиц, например, голливудская кинозвезда Наталья Вуда, которая родилась в США, но была дочкой русских эмигрантов и тем менее прославилась в 50-е и 60-е годы. Или скажем Алла Ильчун, которая родилась в Харбине и работала позднее уже в 50-е и 60-е боли в Доме Кристиан Дело. Так что ваши вопросы все я принимаю и все считаю правильными и умными. А сейчас переходим к подписи. Мы сожалеем, потому что нам ограничено время. Спасибо. Спасибо. что-то по-русски и по-русски на сайте. Спасибо.